ПЕРМ! Культурная столица края! ПЕРМ! Культурная столица Урала! ПЕРМ! Культурная столица России! ПЕРМ! Культурная столица мира! Это видео Рунет полюбил сразу. Его опубликовали в соцсетях, причем не только пермики. Цитировали, на него делали пародии. Да что там говорить, фразой Дакета Пермь с легкой руки ребят, создавших клип, теперь многие объясняют происходящее в городе событие. Национально-исследовательский продакшн. В миру пермская команда КВН правила. На вопрос, как вы пришли в КВН, ребята отвечают неоднозначно, кто как. Но играть в самую несерьезную игру всерьез стали лишь около пяти лет назад. Тогда же поняли, что чувство юмора и умение шутить – вещи разные. Чувство юмора – это ощущение тебя, ты понимаешь, что смешно, что не смешно. А умение шутить, ну грубо говоря, даже есть книжка «Что такое КВН», где есть алгоритмы, механизмы, как написать шутку. Вот, то есть научиться шутить можно. Но шутка, написанная строго по схеме из спецлитературы, вряд ли выстрелит. Ребята знают по опыту, действительно смешно лишь то, что, как они выразились, ломает зрителю мозг. Представьте себе выпускной в цирковом училище. Эй, пацаны! Пацаны, есть милость? У большинства зрителей КВН ассоциируется с Александром Масляковым на сцене и с Юлием Гусманом в жюри. Но те команды, чьи выступления показывают по телевизору, лишь сотая часть от общего числа КВНовских команд по всей стране. Ребята из правил, например, пока играют в официальной центральной лиге Москвы и Подмосковья. И КВН у них совершенно другой, более свободный. Мне смешнее на сцене видеть просто какую-то вакханалию, мне смешнее от этого, чем от такого юмора стандартного. Да и кого обманывать, не по телевизору, мы давно смотрим КВН, а в интернете. Но в какой бы лиге ни играла команда, есть то, что объединяет всех КВНщиков. Общий диагноз – КВН. Это во многом определяет их дальнейшую судьбу и часто вид деятельности. КВН учит не только же юмору, КВН учит в принципе нестандартному подходу к жизни. Да, многие КВНщики, знакомые наши, воплотили в жизнь совершенно такие, ну, дурацкие, может быть, на первый взгляд, бизнес-идеи. Он учит правильно разговаривать, то есть все равно, проходя какие-то редактуры, правят, да, общаться с людьми. То есть, в принципе, работу, где нужно говорить, КВНщик легко освоит. Какую нестандартную работу придется осваивать этим ребятам, им пока думать некогда. Сейчас в самом разгаре мозговые штурмы и репетиции. Команда «Правила» активно готовится к участию в сочинском фестивале КВН.